Продолжение следует... Классификации, да? Как это называется? Ульяслав, расскажите нам. Ну, АИБА, где международная категория, АИБА 5 звезд. Присвоено это было после Олимпийских игр. Собирали нас в Южной Корее. 7 человек в мире, четверо с Европы, Африка, Америка, Азия. 7 человеку было присвоено 5 звезд. Ну и вот среди этих 7 человек, наш пермяк Владислав Малышев, Петр Юрьевич. Достижения? Меня распирает от гордости, что я с ним в одном помещении сижу. Ну, тем не менее, действительно, он сейчас стал профессор. Он ездит, созданный... АИБА создали две академии. Одна в Канаде, одна в Казахстане, да? Да, и в Корее, по-моему, еще или что? В Европейской бассейне, в Италии, в Казахстане. А вот еще уже больше отделений стал. Он ездит, читает лекции, учит их там чему-то. Вот, ну, это он уж просто сам рассказывает. Чему учите, вы числов? Готовим судей в международную категорию, сейчас олимпийский цикл. Вот, к следующему олимпийскому миру. Ну, понятно, промежуточные чемпионаты континентов, чемпионаты мира, ну и национальные чемпионаты своих стран. Очень много стран, где развивается бокс, вот те же африканские страны, боксеры, появляются, судей нет. То есть, нужны люди, которые обслуживают. Которые квалифицированно определят победителя. Насколько я слышал... И беспристрастно. И беспристрастно, да. Насколько я слышал, есть такое желание у Международной Федерации бокса шлемы снять с любителей. И с 1 июня на 99,9,10 шлемы с мужчин, боксеров будут сняты. Зачем? Во-первых, чтобы видно было лицо спортсмена. Чтобы он был запоминаемым. Узнаваемым. Узнаваемым, запоминаемым этот человек. Во-вторых, для чего они были одеты, мне лично непонятно. Травм меньше не стало. Значит, шлем не спасает от травм. Единственное, что спасает, может быть, от рассечений. Но когда тренировались без шлемов, и рассечений не было. Так же, как сейчас шлемы. Было меньше. Было меньше. Единственное, да, сейчас будут проблемы с этим рассечением. Потому что вот это поколение, с которого сейчас снимают эти шлемы, они никогда без шлемов не боксировали и не тренировались. Какой это будет? Незначительно, может, с полгода, может, год. Чемпионат Казахстана с разрешения АИБа был проведен без шлемов. И по новой системе судейства, и все прошло здорово. Нормально прошло, да. Незначительные травмы, незначительные. Тот же вот эти вот матчи WSB, они же проводятся без шлемов. Те же боксеры-любители. Тоже незначительные, может быть, незначительные сечения бывают. Ну, крайне редко. Петр Юрьевич, вопрос к вам. Владислав уточнил, что с боксеров мужчин будут снимать шлемы, с женщинами будут в шлемах боксировать. Как вы вообще относитесь к женскому боксу? Я, понимаете, как вот, я президент Федерации бокса Пермского края, я руководитель боксов в Приволжском округе. Я работаю в Федерации бокса России. То есть, есть политика Олимпийского комитета, чтобы в нашем виде спорта было два пола обязательно. Это требование Олимпийского комитета. Наша Федерация, Федерация бокса России, развивает этот вид спорта, женский бокс. Как я могу относиться? Конечно, я вроде насказала надо, комсомол сказал есть. Куда нам деваться? Мы развиваем этот вид спорта. И раз уж он имеет право на жизнь, и раз есть люди, которые хотят этим заниматься, значит, конечно, его нужно развивать. То есть, приходят девушки, девочки, женщины, которые хотят боксировать, хотят самоутвердиться благодаря нашему виду спорта. Ну, что ж, надо развивать, помогать им. Что ж делать? Ну, а чисто по-человечески давайте отвлечемся от того, что вы функционер, значимый человек. И вот я уже сказал, что раз приходят люди, ну как я должен им отказывать? Нет, я нормально к этому отношусь. Ведь не всем хочется или не всем дано заниматься художественной гимнастикой, не всем дано заниматься легкой атлетикой и прыгать в высоту там на два метра. Кто-то, какие-то женщины занимаются борьбой, занимаются штангой, толкают ядро, метают диск и молот, и довольно успешно, и при этом сохраняют и женственность, и становятся хорошими матерями, и домохозяйками, и все что угодно. Поэтому, че ж, раз в раз боксирует, пусть боксирует. Кстати, насчет борьбы, есть мнение и желание исключить ее из Олимпийских игр. Как вы к этому относитесь? Я, знаете, я в эфире, поэтому я воздержусь как-то от каких-то таких абсолютно откровенных... Нецензурных выражений. Да, высказываний по этому поводу, но это идиотизм. Ну, как так можно, ведь мы уже прекрасно понимаем, что это античные виды спорта, это кулачный бой, борьба, легкая атлетика, и, наверное, может быть, стрельба из лука, наверное, была в первых Олимпийских играх. В Древней Греции. Да, в Древней Греции. А сейчас как это можно? И потом я просто представить не могу настоящего мужчину, который никогда не занимался борьбой, не боролся. Ведь вся жизнь у нас борьба. Поэтому, конечно, борьба должна быть в Олимпийской семье. И я думаю, что это недоразумение, которое ФИЛА, Международная Федерация Спортивной Борьбы, я думаю, трясет каким-то образом с Олимпийским комитетом. Ну, это... не знаю, я просто даже... нет слов от возмущения. Владислав, тоже? Когда мне сначала это сказали, я не видел это в средствах машины. И не поверили, да? Я думал, что люди шутят. Посчитал, что это шутка, так, недоразумение, какой-то болтун сказал, а потом я вижу по центральному телевидению, это говорит президент Международного Олимпийского комитета Жак Роге. Я с ним знаком, не производит впечатления идиота. Неадекватный человек. Ну, что-то случилось, то, что случилось. Владислав, тоже опустим нецензурные выражения. Ваше отношение к этой истории? Но я тоже понимаю, что отрицательно. Я очень слышал много по этому поводу и присоединяюсь к Петру Юрьевичу, и ко всем-ко всем высказаниям, и своих друзей, товарищей, борцов, которые действительно борцы у меня и в Южных Республиках, очень много и друзей, и товарищей борцы. Это огромная глупость. Это даже... слов нет. Ну, в общем... Да. В общем, все. У ребят прямо волосы дыбом. Вот они звонят, что они делают. Просто говорят, что они делают. Ну, так, да. Для статистики 11 медалей завоевали на Олимпийских играх на последних. Борцы. 11 медалей. Из них 5, по-моему, золотых или 4. Ну, что-то вот... Честно говоря, не помню. Но помню, что 11 точно. Для борьбы, для спортивной борьбы, вот на прошедших, в прошлом году, Олимпийских играх, это были провальные игры. Да. При этом. Да, конечно. Вот понятно, что вид спорта медалей емкий. И большинство из этих медалей... Ну, у нас хорошие шансы завоевывать. Конечно, нам надо бороться. Нам, в смысле, россиянам. Ну, надо сказать, что в вольной борьбе, да и в классической, и в мире, по-моему, 190... Ну, по 200 стран занимаются этими видами борьбы. Вот, я знаю, в Иране, в Америке очень популярно, Соединенные Штаты Америки. Достаточно вспомнить, там, братьев Шульцев, Баумгартнера, вот таких звезд. Баумгартнер, да. Вот, это великие борцы, великие спортсмены. Поэтому не знаю, я не понимаю, что там происходит. Может быть, действительно, не дорабатывает президент Фила, сама Фила. Не знаю. Пусть они разбираются, борцы разбираются со своими. И нам бы разобраться со своими. С боксом, да? Да, с боксом. Потому что, вот, Владислав Алексеевич только что говорит, с заметной долей скептицизма, что должны в июне снять, или в июле, да? С первого июня. С первого июня. В июне снять эти шапочки, которые нам навязали. Шапочки. Ну, дело в том, что, вот, когда мы, мы были спортсменами, нам, ну, у нас тренера наши, тренеры заставляли их одевать во время тренировок в предсоревновательный период, дабы избежать вот таких косметических травм. Потом это было, значит, разрешено на соревнованиях. Разрешено, по желанию. Затем обезали на соревнованиях не ниже республиканских. А потом вели просто всеобще бизон и вот заставили боксировать в этих масках. Но мы в этот момент уже, ни я, ни Владислав Алексеевич, спортсменами не были. Вот, не застали это дело. Но я не понимаю, вот, как вот в них боксировать, вот, в кастрюле выходить. Мало удовольствия. Да, ну что ж, в этих кастрюлях мы не увидим наших спортсменов 1 марта на очередном этапе кубка WSB. Да, и потом ведь спортсменов, я, знаете, выходит, доходит до смешного. Я знаю спортсмена по манере, по его боксерской манере, по манере ведения боя. А он потом проходит мимо меня, сняв шлем, вот эту маску, я его не узнаю и не здороваюсь с ним. Поэтому страна должна знать своих героев. Это удобнее телевидению, это удобнее зрителям. Поэтому чем скорее произойдет ликвидация этого недоразумения, тем лучше. Так, 1 марта 19.00. 19.30. 19.30, спорткомплекс Сухарева, матч. И я прошу прощения, еще пользуюсь случаем, я хочу попросить всех любителей бокса, которые отправятся на наши соревнования, выехать заранее на дорогах пробки. Вот, по опыту, по опыту прошлых наших соревнований, я знаю, что очень многие не успели к началу первого боя, и просмотрели, потеряли очень много интересного. Так, 1 марта 19.30, спорткомплекс Сухарева, Испания против... Мексика. Мексика, да, извиняюсь, Мексика против России, ну, Мексика, Испания, как-то у меня все время... Да, язык один. Да, язык один. Ну, а в заключительной части, небольшая, небольшая часть у нас осталась еще времени, мы поговорим про очень интересный турнир, который проходил в 2008 году. В записи в этом месте будет ролик, сейчас пока, к сожалению, мы ролик запустить не можем, но, тем не менее, ролик мы этот вам в записи покажем. Итак, Петр Юрьевич, 2008 год, король ринга. Король ринга. Король ринга. Известные люди, бизнесмены, политики выступали в этом соревновании. В последнее время у меня очень многие спрашивают, а будет ли еще подобный турнир? Вот я вам задаю вопрос, как человеку, главному идеологу и организатору этого турнира. Будет ли подобный турнир? Ну, никогда не говори никогда. Может быть. Может быть, когда-то это и случится, но для этого должно произойти следующее. То есть, люди должны собраться на, согласиться на участие в этом соревновании не менее значимы в социальном плане, чем были предыдущие. Вот мы помним, что у нас боксировало несколько депутатов законодательного собрания края, журналисты, бизнесмены, просто известны и хорошие спортсмены из других видов спорта. Причем, участвовали чемпионы мира. Да, да, да. Олег Кушнарёв. Олег Кушнарёв. Совершенно верно. Вы, коллега, участвовали в этом мероприятии. И ведь вы же помните, что нами было, нами всеми затрачено очень много сил, энергии для подготовки вас. То есть, если со спортсменом, с действующим спортсменом ему даешь задание, он понимает, что нужно делать, то некоторые пришедшие в зал, некоторые из вас, пришедшие в зал, знали о боксе до этого только название вида спорта. Приходилось показывать все, вставать самим в пару. в общем-то, и это же было интересно. Это же была движуха. Это было очень интересно. Сейчас, во-первых, нет тех людей. Нет тех людей. Их приходилось собирать по крохам, отбирать, договариваться. И буквально целый ряд мероприятий нужно было выстроить, чтобы люди не отказались от участия в проекте по ходу. Конечно, мы там отбирали, вы же помните, все это работали. Но после того, как мы провели вот это шоу, этот вечер Королей Ринга, ко мне подходили ребята, боксеры, организаторы, что вы не против, что мы проведем в своих каких-то клубах, в таких фитнес-клубах, такие же мероприятия. конечно, не против, проводите, ведь людям интересно попробовать себя. Но я не думаю, что у кого-то кто-то приблизился. Я вам больше скажу, что никто не приблизился, это я на своем опыте могу вам сказать. И все-таки будет ли, Петр Юрьевич? я не берусь обещать. Ну, то есть, возможно будет? Возможно, конечно, возможно. То есть, если придут еще несколько таких вот по-хорошему сумасшедших людей, потому что я скажу, что вот у нас, я уже сейчас не помню, сколько у нас было, 8 пар, да? 8 пар, 16 участников. Все люди проявились свои мужские качества в высшей степени. У меня огромное уважение ко всем участникам, потому что каждый человек, выходя в ринг, по сути, впервые, ну, может быть, там ведь мы не брали спортсменов, именно людей, которые были спортсменами, боксерами. Мы им отказывали в участии в турнире. Люди приходили, занимались, ну, может быть, когда-то в детстве кто-то. И в таком зрелом возрасте выйти на ринг, драться один на один, и еще при такой аудитории, конечно, это... 3,5 тысячи народу. Может быть, даже больше, потому что ажиотаж был сумасшедший. И вызывает огромное уважение то, что эти люди сделали. Вы, то, что вы... Это настоящий поступок, мужской поступок. Владислав, были судьей на этих соревнованиях. Да. Насколько сложно и интересно судить именно вот совсем уж любительский бокс? Не тот любительский, который называется любительским, да, на чемпионатах мира, на олимпийских играх, а именно вот совсем уж любительский. Интересно, конечно, это здорово было интересно, и сложности в судействе практически не было. Выходили люди, зрелые люди, понимающие, что им надо делать, и люди выходили обученные обученные для этих соревнований. Но они не били ни открытой перчаткой, ни локтями, ни коленкой, ни головой. Честный бокс. Но интересно подобные мероприятия? Здорово. Здорово. Даже вот эти проекты то, что показывались по телевизору, там посторонние люди. То есть они известны, но посторонние люди. А тут впрямую жители нашего города известные люди, которые многие кто-то с кем-то знаком, кто-то просто их знает, кто-то по наслышке знает, кто-то не по наслышке. Кто-то видел по телевизору. Кто-то видел по телевизору, а тут он вживую смотрит. И тут, не знаю, это здорово. Будем уговаривать Петра Юрьевича. Ну что ж, спасибо моим гостям сегодняшним за такую интересную беседу о боксе мировом, о боксе пермском. И, Петр Юрьевич, вам слово приглашайте 1 марта. Вот вам камера, вот вам микрофон. Уважаемые любители бокса, 1 марта, 19.30, спортивный комплекс имени Вениамина Палыча Сухарева. Пожалуйста, приходите на бокс, болейте, по-хорошему болейте. Это принесет вам радость. Спасибо. Ну что ж, а я с вами прощаюсь. До следующей недели. Это была программа «Спортлайф» с Сергеем Ляковым. Занимайтесь спортом, и тогда все у вас будет хорошо. Увидимся.